Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхм! На этой неделе в соответствии с еврейской традицией мы изучаем недельную главу, которая называется Бо. Это недельная глава отрывок истории, находящейся в книге Исход, начиная с 10 главы 1 стиха и заканчивая 16 стихом 13 главы. Вот краткое содержание нашей недельной главы. По сути, на протяжении всей главы мы видим картину противостояния Бога, посылающего на Египет казни, и фараона, не желающего отпустить еврейский народ. После казни саранчой Пара готов был отпустить, но только часть еврейского народа. Разумеется, это никого не устраивало. Интересно, что мы здесь читаем с вами о том, что Пару признался, что он согрешил перед Господом, но все равно он не отпустил еврейский народ. После казни тьмой он готов отпустить уже всех, но при этом он запрещает взять с собой скот. Разумеется, Маше и Арон не были на это согласны, и таким образом Пару опять не отпустил евреев. Дальше мы с вами читаем обетование казни первенцев и заповеди о том, что еврейский народ должен сделать, дабы эта казнь их не коснулась. Так у нашего народа появился праздник, который называется Песах, который проходит в первый месяц среди месяцев еврейского народа, в месяц Авив, в воспоминании об исходе. Собственно, здесь же мы с вами находим и заповеди о пасхальном анкции, процессе исхода, заповеди о том, как праздновать этот праздник, включая и ту его часть, которая называется праздник опресноков и выкуп первенцев, что мы и делаем теперь ежегодно. И в конечном счете нашей недельной главы мы читаем с вами заповеди от Феллини. Но перейдем непосредственно к тексту. Книга Исход, 10 глава, 1 стих, мы с вами находим такие слова. «И сказал Господь Моше, войди к Пару, ибо я ожесточил его сердце и сердце его рабов, чтобы мне совершить эти мои знамения в его среде». Интересно. Господь посылает Моисея к фараону. Он не просто наперед знает, чем закончится эта история, но он еще предупреждает и Моисея о том, что его действие в данном случае по выходу евреев из Египта будет безрезультатным. Наверное, бывают и в нашей жизни такие ситуации, когда мы что-то делаем, но при этом Господь знает, что результата у наших действий не будет. И, разумеется, тогда возникает вопрос, ну а зачем же это делать? И вот здесь мы должны понять следующее. Бог ставит перед собой цели и задачи и всегда их добивается, но при этом далеко не всегда все цели для нас с вами очевидны. Далеко не всегда мы знаем с вами, чего именно хочет Бог и чего именно Он добивается, даже если при этом Он действует через нас. В этой самой истории мы с вами знаем, что у Бога были свои цели по отношению к еврейскому народу, к Израилю. При этом у Него были еще и цели по отношению к египетскому народу и по отношению к фараону лично. У Него были цели по отношению к грядущим поколениям. И все эти задачи на тот момент решал Бог. Поэтому наша с вами цель и задача, когда нам Господь дает какое-то повеление, просто выполнять ту часть, которая нам открыта Богом, исполняя Его волю. Все остальное – это Его забота, Его цель. В нашем тексте мы с вами прочитали такие слова. «Я ожесточил сердце фараона». В еврейском языке здесь стоит слово «экбадати», что значит «сделал тяжелым», «сделал твердым». Получается, вроде как Бог совершил некое действие, в результате которого сердце фараона стало твердым. И, разумеется, возникает вопрос, а был ли у Паро выбор выполнить волю Бога или нет? Интересно, что если бы мы с вами прочитали внимательно предыдущую недельную главу, то мы увидели бы немножко другую картину, когда Маше и Аарон совершают чудеса и знамения перед фараоном, и при этом написано, что фараон сам отягощил свой сердце. Нам стоит разобраться в том, как это работает. Дело в том, что этот мир устроен в соответствии с законами, которые установил Бог. И один из духовных законов этого мира заключается в том, что когда мы реагируем на волю Божию, на цели Божии, не соответствуя этими целями, то есть не исполняя их, то мы ожесточаем наше сердце. Виноваты ли мы в том, что это происходит в ожесточении нашего сердца? Да, виноваты. Мы сопротивляемся воле Божией. Но с другой стороны, мы понимаем, что это не происходит само по себе. Это происходит в соответствии с законами, которые Бог установил на этой земле. То есть, это наша реакция на действия Божия может привести к тому, что наше сердце ожесточится. Интересно, что в конце нашего стиха мы с вами прочитали в среде. В еврейском языке здесь стоит слово «бокербо». На страницах Священного Писания это слово означает «внутри». Например, когда мы с вами читаем у пророка Захарии, он говорит о том, что дух человека внутри него. То есть, Господь действовал не только на окружающий фараон мир и его спутников, и его людей, но он еще и действовал в самом этом человеке. Подобно тому, как мы сегодня знаем с вами, дух святой действует внутри человека, дабы, например, указать ему на Ешоа, как на Мессию. И когда сегодня люди сопротивляются воле Божией, сопротивляются этой цели Божией, они отягощают свое сердце. И в конечном счете это сердце может стать каменным. Но мы должны понимать, что несмотря ни на что, воля Божия, его цели и задачи все равно будут исполняться и будут реализованы. Во втором стихе мы с вами читаем такие слова. «И чтобы ты рассказал во услышание сына твоего и сына твоего сына о том, как я глумился над Мицраемом и о моих знамениях, которые я совершил среди них, и чтобы вы знали, что я Господь». Я знаю, что в синодальном переводе стоит слово «сделал», в нашем переводе слово «глумился». В еврейском языке здесь стоит слово «идгалальти». И именно поэтому многие толкователи, в частности, например, очень популярный в иудаизме толкователь Раши, переводят его как «издевался» или «глумился». Надо заметить, что это слово многократно встречается на страницах Священного Писания. Именно в этом смысле. Например, когда мы с вами читаем историю Валаама и его ослицы, Валаам говорит ей «ты издевалась надо мной». И стоит то же самое слово. Но гораздо более важнее толкователи наши обращают внимание на тот факт, что по сути Бог делает с фараоном то же самое, что фараон сделал с народом израильским. Ибо мы с вами знаем, что когда Иосиф был на земле, он выкупил всех египтян в рабы фараону, кроме еврейского народа и дома жрецов. Таким образом, по сути, получается, что фараон силой обратил еврейский народ в рабство. И более того, он над ним издевался, нагружая его чрезмерными работами. Но мы должны понимать, что издеваясь над еврейским народом, он издевался над следием Божиим. И это не могло произойти просто так. Подобным образом и Бог поступает с самим фараоном. Но какова же цель? Для чего Бог это сделает? Если мы говорим, что цель Бога в Египте была только исход еврейского народа, то это не точно. Почему? Не знаю, думали ли вы об этом, но для того, чтобы вывести еврейский народ из Египта, по сути, было бы достаточно одной единственной казни. Казнь, которая закончилась бы только в том случае, когда еврейский народ уже ушел. Но мы с вами читаем о том, что у Бога есть другие цели. Например, мы с вами прочитали, что у Бога были цели перед грядущими поколениями, и Отец должен передать Сыну и Сыну Своего Сына всю эту историю. К слову, сказать, что каждый раз, когда мы повторяем молитву Амеда, которая традиционно произносится три раза в день, мы вспоминаем об этих событиях обязательно. Господь имел цель, избирая еврейский народ, познакомить этот народ с самим собой. Господь имел цель через еврейский народ познакомить или открыть себя для всего мира. Но окончательная цель, которую мы ждем и которой мы стремимся, к которому устремляется сердце наше, это установление Царствия Божьего на земле. Для чего? Мы с вами прочитали в конце второго стиха. И чтобы вы знали, что я Господь. Таким образом, когда мы участвуем в планах Божьих, в достижении Его цели, мы узнаем, кто Господь. Люди окружающие нас узнают, кто Господь. Он открывается для всего мира. В седьмом стихе десятой главы мы с вами читаем такие слова. Тогда сказали слуги фараона, сколько еще будем мы попадать в эту ловушку? Отпусти этих людей. Пусть они служат Господу, своему Богу. Разве ты не видишь, что Египет гибнет? Интересно. Мы читаем о том, что уже и слуги фараона согласились с тем, что это действие Божие. Более того, они призывают фараона не сопротивляться Богу. Но фараон уже пришел в такое состояние, когда его сердце не готово ни при каких обстоятельствах откликнуться на призыв Божих. И он продолжает упорствовать. И в такой ситуации есть только один способ решить эту проблему, а именно уничтожить его. Что и произошло во время смерти первенца. Дорогие друзья, мы должны понимать, что воля Божия на земле совершается либо с нами, либо без нас. Мы можем сопротивляться тому, что делает Бог, но при этом планы Его будут все равно воплощаться. Поэтому я хочу пожелать, да благословит нас всех Господь, всегда находиться в Божьих планах и соответствовать Его целям и не отягощать сердца наши. Божьим еще, Машех, благословляю вас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok